Конец декабря. Все в предновогодней суете наряжаются, убирают, готовят еще чуть-чуть и Новый год, еще чуть-чуть и большие выходные, длинные праздники. Но это не про актеров, потому что у них работа кипит, работа в самом разгаре. Спектакли идут один за другим, создавая атмосферу, ощущение праздника, сами они чувствуют этот праздник. Зарождение жизни, всемирный потоп, научные изобретения. Ростовский молодежный взял серьезные темы для своих новогодних шоу. Не для того, чтобы поддержать всеобщую озадаченность, а чтобы снизить градус напряжения. Эволюция – это история не столько о происхождении всего живого, сколько о возможностях человеческой души. Спектакль «У Ковчегов-8» отсылает к Ветхому Завету, но в этой сказке ничего назидательного, а на чудесах, на которые способна истинная дружба. А вот какие чудеса творит настоящая любовь – это уже в вечернем шоу, которое так и называется «С Новым годом! Любовь!» Для нас этот спектакль такой необычен он тем, что, во-первых, за него взялись наши актеры. Это наши местные Ильфы Петров, как мы их называем, любимые наши, замечательные, популярные Сергей Биланов и Евгений Овчинников. Они выступают в роли и авторов, и режиссеров, и сами участвуют в спектакле. Особенность, конечно, этой работы еще и в том, что они же все актерский цех, в общем-то, любят друг друга, и там у нас максимальное количество актеров занято, конечно же. Там практически большая часть труппы в этом спектакле как раз занята. По-моему, Евгений Овчинников и Сергей Биланов уже как-то занимались подготовкой новогоднего шоу, и они занимаются и капустниками. Вот в этом году почему вы решили все-таки их привлечь? Вы знаете, ну, во-первых, потому что мы решили, что надо уже заканчивать с этим проектом, давно известным и любимым «Бенгальские огни». Мы сделали 9 спектаклей каждому Новому году, и, вы знаете, ну, что-то надо менять. Вот мы решили поменять этот формат. Конечно, комедия, конечно, музыкальная комедия, конечно, мы понимаем, что на Новый год должен быть праздник для настроения такого новогоднего. Я думаю, что мы абсолютно оправдаем доверие зрителя и ожидания тоже. Ну, тема такая вот несколько похожа на фильм «Чародеи». Это вот как-то оттуда перекликается несколько сюжет, музыка, НИИ, ну и все, что там происходит. Но все равно совершенно другая история. Другая история, другая, она такая авторская очень, она придумана имя. И, ну, есть некоторые такие переклички, да, с тем сюжетом. Ну и хорошо. Но это Новогод, это интересно. И такие всеответственные работники становятся совершенно безответственными. А тот, кто был упакован на все пуговицы, да, показывает вообще нечто. Ну, да, ждали одно, а получаем несколько другое. В сюжете я имею в виду. Но я думаю, что будет над чем посмеяться. И я думаю, что мы все получим удовольствие и новогоднее настроение. Удовольствие получаешь уже, когда приходишь в молодежный театр, когда видишь его с фасада. Замечательно украшен театр и внешне, и внутри. Спасибо. Как вы идете к этому, да? То есть каждый год действительно хочется отметить, что украшен очень стильно, очень интересно. И видно, что прорабатывается каждая деталь, кто работает над всей этой красотой. Ну, вы знаете, идейный вдохновитель тут, понимаете, я как женщина мыслю так. Ну вот нужны обновления каждый год. Неинтересно жить с одним и тем же. Но мы же не встречаем Новый год каждый раз в одном и том же платье. Это было бы неправильно. Вот. Поэтому очень хочется чего-то нового. Потому что зрители всегда оценивают это. И просто делать одно и то же скучно и нам. И у нас замечательная команда. У нас прекрасные художники. У нас есть люди, которые это придумывают. И вы знаете, в этом году у нас даже будет фруктовая елка. У нас, поскольку тема пингвинов нам так очень понравилась, мы ее эксплуатируем везде. У нас пингвины уже на фасаде. У нас пингвинами украшена елка на входе в театрно, центральном. Более того, мы объявили конкурс. Это ежегодный конкурс. Когда взрослые, дети вместе делают какие-то, вдохновляются нашими спектаклями и делают игрушки к этим спектаклям. Так вот, нам уже принесли столько пингвинов. Их уже повесить некуда. И поэтому мы сами себе хотим устроить праздник. Тем более в этих условиях как-то нас немножечко ограничивают во всем. И уж хотя бы визуальное удовольствие мы все должны получить. Просто ноткануть и достать ко дна. А может быть там и нет, в него, дай на одна. Натянули нить, наберете ног, чтобы не потерять ее за пеленой. В этой предновогодней суете, вот расскажите, вы ощущаете приближение праздника? Вы чувствуете этот Новый год? Вообще, когда для вас наступает Новый год? Ой, вы знаете, Новый год наступает, когда мы сдаем все спектакли. Я так предлагала. Когда мы сдаем спектакли. И то, это история выдоха такого секундного. Потому что дальше пошел прокат. Слава богу, сейчас мы не работаем 31-го, 1-го. А раньше артисты работали 31-го и 1-го. И это было, конечно, как Новый год сливался за чередуя. Потому что мы работаем, бывает, по 5 спектаклей в день. Это 2 спектакля на малой сцене, 2 спектакля на большой сцене. Плюс вечерняя и вью музыкальная наша. И так, начиная где-то с 14-го числа. С 14-го или с 25-го уже вечерняя подключается. И так каждый день, каждый день, каждый день. Череда шоу, спектакль, зрители. Да, да, потому что все-таки праздник. Нет, все равно есть праздник. Потому что ты ощущаешь это от людей, которые приходят в зал. А они пришли на Новый год. И Новый год для них случается. И, наверное, счастье все-таки актерское. Потому что оно случается каждый вечер. Начиная, например, если детские сказки. Начиная с 18-го числа. Мы начинаем большую сцену, по-моему, а малую, по-моему, с 14-го. Это начинается история. Потому что дети пришли, для них Новый год случился. И артист выходит. Новый год, Новый год, Новый год, Новый год, Новый год. Раньше, бывало, мы собирались после всего. После всего, после Нового года, когда все проходило. Вот это вот собирались. Сейчас, вот я знаю, многие артисты собирались с тем театром. Ехали в Донбай. Ехали в Донбай, заказывали автобус. Подключался профсоюз. И они все вместе, как бы, ехали. И это была такая неделя, неделя, дня 4-5 такого, когда уже оттуда все уехали. И тут приехали артисты. Сейчас этого уже нет? Нет. Тоже ездят. Каждый вечер. Да, каждый год, каждый год. И я, бывает, с семьей езжу тоже туда и встречаю там своих артистов. Ну, потому что у нас выходные всегда в одно и то же время. Михаил Васильевич, а вот интересно, какие у вас в семье есть традиции? У каждой семьи есть традиции встречи Нового года. Какие-то маленькие секреты? Что у вас происходит? Как вы обычно встречаете этот праздник? Вы знаете, всегда в кругу семьи. Вот эта история, ну, что елка, дети, Дед Мороз, друзья. Я не знаю, как. Просто ощущение, наверное, счастья, потому что не так часто удается всей семьей собраться. Потому что, как бы, да, утром в школу, репетиция, вечерний спектакль, ты пришел, они уже спят и так далее, и так далее. А Новый год – это все-таки какое-то то время, когда можно провести все вместе. Есть счастье, когда приезжают друзья, приезжают родственники в гости. И это как бы особое счастье, потому что ты с людьми многими не видишься годами, с некоторыми десятилетиями вдруг люди приезжают в гости, живут. И вот это вот ощущение вот этого праздника. Я не знаю, как бы, да, каких-то... Я помню свое детство, когда там мои родители там всем подъездом, все друг друга знали, потому что приехали, вместе заселились, лепили пельмени перед Новым годом. Я это помню, когда мужчины рубили мясо, выходили на балкон, курили, говорили о чем-то там, я не знаю, о высоком, типа футбола, хоккея. Это 31 декабря, да? Да, 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 я не знаю, на балкон, курили, выпивали стопочку, да, там, крутили мясо. Женщины сидели за большим столом и пели какие-то застольные песни, лепили эти пельмени и ведрами, потом это все выставлялось на мороз. И потом, когда все уходили, по два ведра этих пельменей уносили, все ставили на балкон, и потом половину зимы ели эти пельмени. Это в Новосибирске? Ну, это в Братске. В Братске. Это тоже Иркутская область, но я просто помню еще, я думаю, что эта традиция тоже уходит, да, такого сейчас нет, и вот мне немножко даже больно, я с артистами говорю, говорю, слушайте, вот эти застольные песни, мы ставим какие-то спектакли, и вот эта застольная песня, которая была застольная, она уходит. Нам проще сейчас включить айфон, да, бросить его в кружку железную, как бы, и будет, как бы, да, ощущение эхо, и все нормально, а почти никто не поет. Ну, сейчас еще, может, молодежь какая-то на гитаре немножко там, да, но я сейчас тоже все меньше и меньше этого встречаю. А вы? Ой, вы знаете, это беда, потому что я гитару раз в год по обещанию для детей беру. Раньше, да, раньше, да, это было часто, как бы, вечерами, как бы, я пел вот колыбельные для детей и так далее, сейчас все реже и реже, и это тоже, как бы, для моей беда, внутренняя беда, потому что, вот сейчас я смотрю, моя дочь старшая изъявила желание учиться на гитаре, сама сидит, там что-то играет себе. Сколько ей лет? В феврале будет 14. Вот, у них у всех, видимо, в этом возрасте взяла гитаря. Хорошо, нет, это хорошо, да, и казалось, дома есть и гитара, есть и, ну, не пианино, а какой-то синтезатор, как бы, и младшая пытается играть, играет на синтезаторе, ну, может быть, какой-то оркестр будет дома, не знаю, но вот это уходит, вот это уходит, мы не поем все вместе, одни песни стали другие, как бы, их нет общих. Если раньше они пели все общие песни, потому что выбор был небольшой, ух, кто-то с горочки спустился, ой, мороз, мороз и так далее, ну, то есть, как бы, ну, два десятка песен, которых знали все, и они пели их все. То сейчас вот этого песенного начала в нации, это не во мне, и не в вас, это в нации, его нет. Но вы как-то пытаетесь все равно вот эту лакону заполнить, потому что ваше новогоднее шоу, музыкальное ревью, которое каждый год вы устраиваете, и в этом году его делают артисты вашего театра, ведь там же звучит как раз-таки музыка, которую мы все знаем, которую мы любим, это очень качественная музыка. Ну, да, 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 дело в том, что мы действительно вот 8 лет подряд и даже 9 уже пытались делать именно так, чтобы звучало, основное было все-таки не ритм, не бит, а все-таки была мелодия, да, потому что мы шли через мелодию, мы шли через какие-то хиты, которые, как бы, отзываются не только в поколении, например, там, пожилых людей, там, да, или среднего поколения, но и в молодых, потому что у меня был случай, когда студенты мне приносили музыку, Михаил Васильевич, послушник, супер, я говорю, отлично, Кейт Буш, 76-й год. Как? Я говорю, так, они в другую приносят через неделю, какой классный бит, все, я говорю, отлично, как бы, да, да, и стресс, как бы, да, 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 вроде 81-й, не помню, как бы, да, или 79-й, и, как бы, да, да, да вы что? Я говорю, посмотрите, все классика, классика, положенная на бит, как бы, да, потому что мелодии, как бы, основных мелодий по пальцам пеничесть, на самом деле, вот мы столкнулись, вот почему сейчас мы меняем формат «Бенгальских огней», мы за 8 лет выбрали, по сути, всю эту лагуну, потому что, «Мелодика», «Мелодика» мне не хотелось повторяться, мы брали именно мелодичные песни, которые имеют в основе своей какую-то лирику, либо наоборот, что-то такое, выбрали все. И в этом году, ребят, слушайте, давайте-ка попробуйте вы, может быть, у вас что-то другое. И вот сейчас Евгений Овчинников и Сергей Биланов оба работают на радио. Да. Подрабатывают. Они немножко в теме то, что сейчас слушают люди. И надеюсь, что вот в этом, как бы, ревью новогоднем этого года будет какая-то немножко другая струя, я на это очень надеюсь. Михаил Васильевич, расскажите про ваших дочерей. Ведь они тоже принимают участие в постановках, они тоже выходят на сцену? Ну, сейчас уже старшая действительно, вот у нас был спектакль «Вечера на хуторе Бездиканьки» и «Болваров». Да, и старшая Ульяна была занята в этих спектаклях, ей очень тяжело давалось уход из этих спектаклей, потому что она очень любила, ей нравилось, и она была в одном составе, потому что у нас не было тогда второго состава. Сейчас мы работаем в два состава, у нас две девочки из нашей студии, тема работают в этом составе, но она уже выросла, и она уже понимала, что она выросла. Мы говорим, ну, можно последний спектакль? Можно. Младшая надеялась, что она ее заменит, но она слишком маленькая. Еще пока не доросла. Да, 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 она в этом году пошла в первый класс, и поэтому как бы слишком маленькая, а все-таки большой объем текста, и все-таки это должны быть школьники, там, классов третьих, чтобы они могли держать этот объем текста. Вот их тянет. А вам хочется, чтобы они связали свою жизнь с театром? Я не знаю. Вот мне хочется, чтобы они выбрали сами для себя что-то. Я знаю, что, например, там, старшая мечтала быть кинорежиссером, и она там, да, что будет, потому что я же не предполагал, что я свяжу свою жизнь с театром. Никогда. Думал, будь моряком, еще кем-то, а вдруг учился, заканчивал строительное, а в конце концов два театральных образования, актерское и режиссерское. Как театр вас нашел? Театр находит тех людей, кто ему нужен. Вот сюда люди попадают, это кажется всем, что они пришли сюда случайно. Здесь нет случайных людей. Театр – живой организм. Как наша земля, как камни, как вода, как бы, да, театр земной организм. Такой, если этот человек попал в этот театр, не он выбрал театр, театр выбрал я его. И так, видимо, случилось, что меня выбрал театр вообще в своей жизни. Я никогда не думал, что я буду заниматься в моей семье, никого нет, кто бы занимался театром. В моем городе не было театра. Сейчас есть, но в то время, когда я видел в своей жизни, по-моему, один спектакль, один какой-то ужасающий, еще учась в третьем классе, что-то про Ваба-Ягу, я не помню сейчас ничего. В ДК приехали откуда-то, в ДК показывали, кто-то приехал, ничего не помню, помню про Ваба-Ягу. И однажды мы были в городе Абакане. Тогда было, ну, не модно, а возили на Новый год школьников в разные города. И нас привезли в Абакан, привезли в театр, был какой-то спектакль. И через несколько десятков лет я понял, что тот спектакль, который нам показывали, это был Шукшин, а поутру они проснулись. А вам было? Нам было лет 11. Десять. Ну вот, да, я просто помню эту фразу, а ну единственное, где я в морге? Все, по этой фразе я понял, что это был Шукшин. Больше ничего не помню, помню две фразы. Возвращаясь к детям, я радуюсь успехом старшей дочери, но и младшей тоже, потому что моя жена владеет шестью языками в совершенстве, а мои дети тоже владеют вторым языком, почти в совершенстве обе. Особенно старшая, и она была членом жюри детского фестиваля в Финляндии. Потом было выбрано 10 человек со всего мира в жюри, виртуальное сейчас жюри, которое, по-моему, то ли американский фестиваль, то ли канадский, я не буду врать, и она не попала, потому что там все были англоговорящие, Австралия, Англия, Америка, Канада, но ее поставили в лист ожидания, и потом вдруг добавили 5 человек и взяли ее. И она просмотрела около 200 спектаклей, сделала на них отзывы. Именно дети отбирали на фестиваль спектакли. Они обосновывали, почему, как делали разбор, с ними встречались ведущие, режиссеры, педагоги, драматурги, американские, английские, там, все, и она как бы все это понимала, и она билась за какой-то голландский спектакль, и все говорили, да ну, какой-то спектакль, она говорит, нет, ребята, тут танцы, тут это все, здесь есть смысл, русские дети ищут смысл. Да, 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 и она убедилась, что нужно взять этот спектакль, и когда этот спектакль попал на фестиваль, все были в восторге и захотели увидеть, что за девочка, которая за них билась, и потом она участвовала со взрослыми в обсуждении этого спектакля, детям заплатили по 550 долларов, и я говорю, ну, теперь ты кормишь семью. Ну, а младшая просто ходит на наши спектакли, дома идет обсуждение, разбор. Вот есть у нее любимчики среди спектаклей, я имею в виду? Ой, не знаю, сказки все нравятся. На самом деле наш театр может похвастаться действительно нашими сказками, потому что вот мы тут с Кариной Олеговной посчитали, что вот за последние несколько лет мы сделали, по-моему, семь очень хороших, качественных сказок, именно, как бы, таких очень хороших, в которые мы вложили и душу, и финансы, и содержание, за которых не стыдно, потому что, когда смотришь немножко на репертуар, там, бываешь, там, Тюзов каких-то, да, мы же не Тюзов, молодежный театр, да, и смотришь там, и вдруг понимаешь, что уровень именно детских сказок, как бы, да, очень высок нашего театра, очень высок. Это правда, это правда. Да, да, при этом мы стараемся, например, на малой сцене экспериментировать и делать для маленьких разные спектакли, потому что на большой сцене мы делаем так, чтобы пришли взрослые дети и ахнули, ах, какая золушка, и поэтому в ней есть смысл, ах, какое контролируйское привидение, вот сейчас у Ковчега 8, как бы, что же есть смысл, и чтобы это еще была и красота, то на малой сцене мы можем экспериментировать, да, вот мы делали там и вкусную историю про девочку-великана, которая была отобрана, была призером фестиваля Орликин в Санкт-Петербурге, а это детская золотая маска, 7 лучших спектаклей страны, это и наша Каштанка, которая тоже была, кстати, на Орликине, и которую мы возили в Германию, и которая вот идет у нас на экспериментальной сцене, и все ее любят, потому что Паша Зогнин, на мой взгляд, поставил прекрасный спектакль. Это и вот сейчас Андреас Грун, немецкий режиссер, который поставил пчелу в голове, абсолютно социальный спектакль и для взрослых, и для детей, есть о чем поговорить, да, потому что, как ни странно, в русской современной драматургии вроде бы есть какие-то темы, но вот диалога между взрослыми и детьми не случается после этого спектакля, потому что, ну, как бы, да, а здесь хочется поговорить, потому что приходят и дети задают, а что такое может быть, и вросло рассказывает, что не все в этом мире прекрасно, оно может быть и такое, как с этим справляться, да, как ребенок, как бы, да, придумывает, что он там пчела, и ему проще проходить этот квест в мире. Да, все эти истории. Замечательный, конечно, у вас еще и спектакль «Эволюция», который вот буквально сейчас поставлен. Вот сейчас, да, Петя Чижов поставил «Эволюцию», да, и он такой весь на крафте, весь на рисунке, и это познавательный спектакль, с одной стороны, мы сейчас его поставили на Новый год, чтобы как можно большее количество детей посмотрело его, может быть, название не самое новогоднее, но смысл новогодний, потому что все рождается здесь, вот как елка, да, все игрушки делаются, и здесь все на сцене рисуется, делается, все своими руками делается. Все возможно. Все возможно. И то же самое будет продолжение, потом придет Дед Мороз, будет елка нарисованная, будет все, потому что сейчас же проблема, сейчас же, как бы, ковид, и мы не можем взять и сделать интермедиу, как мы делали это всегда, с хороводом вокруг елки. И нельзя, да, но есть какие-то санитарные нормы, и не нами придуманные, да, не нами придуманные эти QR-коды, да, это же не театр придумал, что мы не пускаем людей, да, без QR-кодов, как бы, это же не мы придумали. Ну, конечно. Мы бы открыли двери, и к нам билеты не достать обычно, на Новый год к нам не попасть, а тут, как бы, мы вынуждены работать 50%. И вот сейчас мы придумаем такую штуку, что, как бы, это будет игровая история, как бы, рисована, все равно будет Дед Мороз, все равно придет Снегурочка, все равно будет, но в другой манере. Но не будет в фойе, будет в зале. Замечательно. Да, мы все придумаем. Ваша жена-переводчица, владеет шестью языками, и вам она очень здорово помогает в вашей работе, потому что приезжает европейский режиссер, и вот она работает с этим режиссером, и помогает актерам общаться с ним и понимать. Вот интересно, она помогает вам в плане совета, в плане критики, поддержки. Конечно, конечно, это самый строгий мой критик. Слушай, в этот раз какую-то фигню поставил бы. Да, всяко. И вы расстраиваетесь. Да, нет, ну, как бы, я начинаю спорить, я говорю, ну, как бы, есть какие-то вопросы у меня к самому. Я открою секреты, я же, как бы, ставлю спектакль, у меня куча вопросов к самому себе больше, чем, например, у других людей ко мне. Я поставлю спектакль, и у меня нет ощущения, как бы, да, что вот я поставил, и это супер. Да, у меня всегда есть внутри, как бы, да, что получилось, что не получилось. Ну, как бы, я даже не понимаю, иногда не понимаю, как бы. Я, бывает, поставил спектакль, и только через полгода там приходит осознание, что получилось, а что не получилось. Ну, потому что это такая история. А если говорить о переводчике, то только мне повезло, повезло мне, повезло театру, потому что был минифест, когда она помогала у нас и с минифестом. Мы ездили в Германию, это переводчик свой, у нее же европейское образование, она училась в Германии, у нее очень много связей именно в театральном мире западном, во Франции, в Германии, в Италии и так далее. Ее приглашают другие театры, она же не только в нашем театре помогает, она помогает, сейчас Волгограду помогала, помогала Абакану, Ферми, многие театры просят вывезти за границу их и так далее. Она человек мира, она работает союзом театральных деятелей, она члена СИТЭШ. То есть это повезло, на самом деле, может, Голороду Ростову повезло, что такой человек здесь есть. Потому что человек, который может перевести, собрать всех шесть языков вместе, это как бы редкость. И поэтому тут, конечно, повезло. Это счастье. Повезло. Год заканчивается. Михаил Васильевич, вы можете вспомнить самые счастливые моменты этого года? Может быть, он был один. На самом деле, вот говорят, с Новым годом, с новым счастьем. Ну что такое новое счастье? Счастье, это же... Вы знаете, я вам скажу, счастье настолько эфемерное, летучее, как эфир. Да, ты поднял голову, как бы, солнце сегодня, как бы, да, и вдруг слезы наворачивают. Ты идешь, ведешь в школу у ребенка утром и чувствуешь эту маленькую ладошку. Это счастье, понимаете, как бы, да. Я стою в зале, смотри почти все спектакли. Вижу артисты, хорошо играют. И думаю, блин, как классно. И чувствую, думаю, с ней ментальность, думаю, собаки. Вот кричу на вас, как бы, да, как бы, а какие вы молодцы. И это счастье, да. Есть какие-то вещи такие неуловимые, да. Ты встретил хорошего человека, ты едешь в автобусе, я редко езжу, как бы, да, сейчас, а тем более, сейчас при ковиде. Два раза проехал и вдруг увидел, как бы, пару держащихся за руки. И ты стоишь, улыбаешься, потому что ты видишь, что от них это счастье идет. И ты в этой ауре, ты просто стоишь рядом с ними. Понимаете, оно, как бы, такое эфемерное, все это счастье. Что выделить, вычленить, что вот сейчас это было счастье, а вот это несчастье невозможно. Есть такая поговорка, что ты понимаешь, что это счастье, когда для тебя настигло несчастье. Да, и поэтому для меня счастье вот из таких вот мелочей. И вот если говорить там о каких-то, может быть, пожеланиях там, да, для зрителя, чтобы таких вот мелочей было побольше, чтобы мы чаще улыбались. Каким-то, да, как бы, утром проснулся, как бы, да, увидел, как солнце попало, как бы, да, на твою любимую женщину. Это счастье. Понимаете, какая-то история. Ты вышел вечером, как бы, во двор и чувствуешь воздух наполненный вот такой, какой-то, вот, влагой, какой-то, каким-то таким свежестью. Это счастье. Ты сходишь с трапа самолета и вздыхаешь ростовский воздух, когда я прилетаю откуда. У меня ощущение, что он настолько плотный, настолько вкусный, что его можно есть ложкой. Понимаете, и это счастье, да, вот это вот, вот такого счастья, да, улыбка детей, как бы, смех детей. Да, собака подбежала, твою руку лизнула. Это счастье. Вот таких мелких счастьей как можно больше. Будем ценить то, что есть. Да, да, да. Ну, а вам и театру я хочу вам пожелать ярких идей, удачных воплощений, чтобы зрители действительно ценили то, что вы делаете. Потому что то, что вы делаете, это чудесно. Ой, спасибо, да. Ой, хочется полных залов, хочется, чтобы люди не болели, и чтобы как-то театр жил полнокровной жизнью. Будем надеяться. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.